Самые переоцененные туристические достопримечательности в мире. В каждой стране мира есть ряд достопримечательностей, которые особо любимы путешественниками. Однако нужно признать тот факт, что посещение некоторых из них может стать настоящим разочарованием. Вот несколько популярных туристических направлений, которые можно оставить без внимания и ничего не потерять. Священный лес обезьян Бали Фото Себастьян Ворсман Пиксел из священной леса обезьян в Убуде является одним из самых обсуждаемых мест, которое нередко разочаровывает своих посетителей. Он переполнен туристами, пытающимися накормить обезьян и сделать идеальное селфи. Кроме того, поскольку обезьяны привыкли к вниманию со стороны людей, они могут быть чрезмерно навязчивыми и агрессивными. На самом деле, диких обезьян можно встретить по всему Бали, от вершины горы Батур до храма Улувату. Поэтому большой необходимости посещать этот парк нет. Статуя Русалочка Копенгаген В Копенгагене достаточно много достопримечательностей, способных впечатлить туристов своей красотой, самобытностью и историей. Но небольшая бронзовая статуэтка Эдварда Эриксена может поразить, пожалуй, только преданных поклонников этого сказочного персонажа. Таймс Сквер, Нью-Йорк Спросите любого уважающего себя жителя Нью-Йорка, и он скажет вам, что Таймс Сквер – это место, которого следует избегать. Если, конечно, вы не направляетесь на Бродвейскую и Шоуэ, поэтому вне он выходных рекламных счетов вынуждены протискиваться сквозь толпы путешественников и жутких костюмированных персонажей. Окрестные вечно переполненные рестораны и магазины избалованы вниманием туристов и не особо заботятся о комфортном отдыхе своих посетителей. Поэтому за хорошим шоппингом и нью-йоркским колоритом лучше отправиться в Вест Велич. Эмпайр Стейт Билдинг, Нью-Йорк Фото – Маттиас Димми Глеб и Кселлес Эмпайр Стейт Билдинг действительно знаковое архитектурное сооружение Нью-Йорка. Но это вовсе не значит, что лучший вид на город можно получить только с этого здания и за очень приличные деньги. Ведь доступ на 86-й этаж обойдется в 42 доллара, а на 102-й уже будет стоить 72 доллара. Сэкономите свои деньги и посетите, например, бар 230 Фифт Раофтоп, с которого открывается не менее живописный вид на Нью-Йорк. Бамбуковая роща Арасима – Киото Если вы когда-нибудь интересовались японским городом Киото, то наверняка знакомы с изображением густо засаженной бамбуковой рощи. Однако в полной мере насладиться прогулкой по этому необычному лесу вряд ли удастся. Ведь здесь всегда многолюдно. Конечно, можно прибыть в бамбуковую рощу в 5 утра, пока большинство туристов отдыхают. А лучше отправиться в храм Кадайдзи, который также может похвастаться наличием живописных бамбуковых троп и явно недооценен туристами. Квартал Красных Фонарей – Амстердам. Амстердам с его узкими каналами, цветочными киосками, заполненными разноцветными тюльпанами и рядами домов в голландском стиле. Один из самых живописных городов Европы. Но район Красных Фонарей – это нечто иное, он убогий, грязный, плохо пахнущий, совершенно лишенный очарования. Конечно, можно заглянуть сюда и утолить свой интерес. Но это вовсе не то место, которое заслуживает большого внимания и того, чтобы тратить на него свое время. Стоун Хёнджи, Великобритания. Фото Стивен плюс Алиши Пиксела Стоун Хёнджи – это далеко не самое комфортное место для посещения. Чтобы добраться из Лондона в Уилдшир, придется целый день провести в дороге. Во время экскурсии вы будете обязаны придерживаться определенного маршрута, так как приближаться к каменному сооружению запрещено. Поэтому поездку к памятнику Стоун Хёнджи имеет смысл совместить и с посещением городов Бат, Сосбори или холмов Коцуолдес. Картина «Мона Лиза, Париж». Лувр является самым посещаемым музеем в мире. Ежегодно он принимает примерно 10 миллионов туристов. Очевидно, что если вы надеетесь в полной мере насладиться творением Леонардо да Винчи, вам вряд ли это удастся. Сама картина в реальной жизни гораздо меньших размеров, чем ожидает большинство посетителей музея. Кроме того, она практически все время окружена толпой людей, пытающих сфотографировать либо картину, либо себя на фоне картины. Тем не менее, в Лувре есть много других невероятных произведений искусства, которые стоит увидеть путешественникам, оказавшимся в Париже. Тадж-Махал Агро-Тадж-Махал наряду с Мачу-Пикчу и Великой Китайской Стеной входит в список семи чудес света, созданных человеком. Но если быть честным, то поездка в этот гигантский беломраморный мавзолей может стать большим разочарованием и зря потраченным временем. Тадж-Махал находится в более чем 160 километрах от Дели, поэтому придется несколько часов провести в дороге. При этом лучшее время для посещения мавзолей мечети – раннее утро, незадолго до восхода солнца. В более поздние часы Тадж-Махал наполняется паломниками и туристами со всего мира. И уже насладиться красотой и магией этого места не получится. Гораздо больше положительной эмоций можно получить, совершая прогулки по Дели, Джайпуру и Удайпуру. Статуя-Фонтан Писающий Мальчик – Брюссель Эта статуя из бронзы выглядит весьма забавно и мило. Но заслуживает ли она особого внимания? Скорее всего, нет. Крошечную и обычно окруженную толпой туристов достопримечательность можно посетить, если она окажется на пути следования основного маршрута. В противном случае отводить специальное время на эту статую не стоит. В бельгийской столице достаточно других достопримечательных, способных внушить благоговейный трепет даже искушенному путешественнику. Точка.